Успокоен веков на Руси были такие великие люди, то есть Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попович. Это же просто очень сильные люди, обладающие чем-то таким сногсшибательным, ну, палицей, допустим, или конькувалой. А они же обычные, то есть они там справляли естественные надобности, ели, пили, женщины наверняка у них были. Нужно было громко кричать. Муж ушел, тут дети не кормлены, не доены. Дети-то да. Дети у нас уже не первый концерт принимают участие, причем один и тот же коллектив, мы им благодарны. Здесь мы их использовали в образе татар-половцев, которые нападают на Русь, и это, то есть, неожиданно получилось. Так что посмотрите, пожалуйста, номер богатыри. Он очень познавательный, поучительный даже. Итак, Воснецов, картина «Три богатыря оживает». Ухожу, Маруся, на войну. С печенегами питься. На какую такую войну, Илюшенька? На нулевую мировую. Что привезти тебе, трех дочерей моих, мать? Привези мне печенега, Аленького. Проиграем, сам придет. Может, я тогда с тобой пойду, помогу там что-нибудь, а? Возьми меня с собой, Илья. Не могу. У войны не женское лицо. Ты на мое лицо-то посмотри, Илья. Все сходится. Не женское это дело, война. Не женское? Не женское. Тогда проверь меня, Илья. Проверить? Проверь. Как тогда, на сеновале? По-другому. Смотри. Смотри. Ну, смотри дальше. Ты что делаешь, Илья? У меня там брови накрашены. Сильно, Абаба. Тогда последнее испытание. Давай. Ешь землю. Вкусна земля? Нет. Вот, видела? Видела? Не любишь ты землю русскую? Ну, возьми меня, Илья. Не могу. Мужики засмеют. Ну, женой возьми, ну, честное слово. Засмеют? Ну, тогда конем возьми. Лошади засмеют. Ну, что ж такое-то, а? А-а-а-а, не пущу. Да не иду я никуда. Так, с мужиками постоим, поговорим. Молодой человек, вы в деревню? Да-да. Может, подбросите, а? Конечно. Пересаживайся. Здорово, Илья. Здорово. Толстук. А ты что, не один? Ну, не конская это дело, война, Маруся. Чё за кобыла? Цыгане подкинули. Чё, идёшь на войну? Слушай, я, наверное, не пойду сегодня. Чё? У меня оружия нет. Давай я тебе палец у дам. А я тебе по печени дам. Я тебе по хребту дам. А я тебе... Ну, не дам. Ах ты. Ах ты. Ну, что стоите, богатыри, там печенеги Киев берут, побежали. Чё бежать-то? Постоим за землю русскую. Позвите, позвите, чё-то. Сейчас, позвей, сейчас, 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 позвей, чё, чё. Здравствуй, Славочка, Красносолнышко. Красить надо только хорошо проветривая в помещениях. Запомни, попомни, ты у меня ещё получишь, Славочка. Всё в порядке. Ох, что-то не видать печенегов-то, а? Ох, не видать. Ох, не видать. Вот была бы такая вот кепка у нас, представляешь? Вот с таким вот козырьком. От солнца, чтоб было бы, защищала. Ну, чё ты такие прямые козырьки только лохи носят? Вот же, вот так надо. Вот. Вот загни, вот, реальные пацаны. А, настоящие богатыри. Эй, русские, привет! Привет, печенега. Отдавай нам свою землю, Иван! Что за стереотипы, Иван? Да ведь, Алёша? Ага. Да ведь, Илья? Да, Добрыня. Сколько вас? Двое! Двое тысяч! Вечно ты, Алёша, не дослушаешь человека? А у нас потом проблемы из-за тебя. Вставай, вставай. А у нас потомachten. Бер! Это все равно земля русская нашей будет! Посады ваши русскими будут! Да что же вы делаете, люди добрые? Зачем же вы меня бьетесь с ней на жизнь? А насмерть я как бы земля. Какая еще земля? Че не видишь, дорог на нем нет. Русская я! Зачем вы бьетесь за меня годы вечные, века долгие? Меня же пахать надо!